Даже если не сработает план А, у меня всегда в запасе есть план Б и план С. И это следующее видео из плейлиста про знаки Зодиака, и на очереди у нас знак Зодиака Дева. А это видео для вас будет актуально и полезно, если ваш асцендент или, простыми словами, восходящий знак и другие планеты в гороскопе находятся в знаке Зодиака Дева. И мы рассмотрим характеристику знака Зодиака, принцип действия, в который могут окрашиваться планеты, попадая в этот знак. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и понятным языком. Я его ведущая Александра Вощилко. Поехали! Дева — это шестой знак Зодиака в зодиакальном круге, и это второй представитель стихии Земля. Люди с сильным влиянием Девы в своем гороскопе и в своей натальной карте обладают уникальными чертами характера и особенностями поведения. Дева — это знак Зодиака, который символизирует у нас порядок, чистоту, анализ. И такие люди приносят систему и порядок в мир. То есть они структурируют и раскладывают все по полочкам и абсолютно все, чего они касаются. И, честно говоря, среди всех знаков Зодиака Дева у нас считается самым умным знаком, потому что еще одна особенность Дев — они мертвого из могилы достанут, но доколупаются до деталей и будут копать прямо до мельчайших подробностей, пока не узнают всю правду и не разложат вот все, по крайней мере, в своей голове по каким-то полочкам. Их аналитические способности делают их на самом деле незаменимыми во многих сферах жизни. И действительно, вот с рождения Девы одарены, ну у них это прям врожденное, вшито в ДНК, аналитическая способность. И такие люди обладают поразительной способностью разбираться в деталях и видеть какие-то даже скрытые аспекты вещей. И все почему? Потому что у них вот исследовательский ум, и они всегда готовы учиться, расти, развиваться, поглощая большие объемы информации. То есть Девы, они достаточно многогранны, и они предпочитают быть осведомленными абсолютно в разных сферах жизни. Поэтому они очень любят читать и легко поглощают разного рода информацию. И можно сказать так, что Девы — это ходячая энциклопедия, и у них вот на любой вопрос всегда найдется ответ. Причем читать Девы предпочитают именно бумажные книги. Вот мы с вами говорили, что близнецы, они, например, больше поглощают информацию с помощью аудиокниг. А вот Девам обязательно нужна напечатанная книга, чтобы в руках подержать, полистать ее. И тут даже электронный вариант не подойдет. И также Девы — вполне организованные личности. И я бы сказала, они мастера организации. То есть они обычно имеют четкие планы и расписание. Их способность управлять деталями позволяет им достигать выдающихся результатов вообще в работе, в личной жизни. То есть они умеют организовать себя, организовать пространство вокруг себя. И своими аналитическими способностями они стараются делать этот мир лучше. И аналитический ум Девы требует определенного внимания. Потому что такие люди не оставляют ни единой детали вообще не замеченной. Как бы их мозги работают как микроскоп, разбираясь до мельчайших молекул. И они способны видеть образы в мозаике, которые другие могли бы упустить. То есть вот скрупулезно разбираясь в этих деталях. Замечая невидимые для других нюансы. Именно благодаря этой черте они часто отличаются в работе, где требуется анализ и систематизация данных каких-нибудь. Также благодаря своей аналитической способности они могут стать отличными специалистами, например, в научных и исследовательских областях. В инженерии, в технических каких-то специальностях. Или, например, в бухгалтерии, где копейка рубль бережет. То есть среди тысячи и одной операции. И вообще Девы привносят порядок во все аспекты своей жизни. Ну, точнее стараются его привнести. Но не всегда это у них может, конечно же, успешно получаться. Но они к этому идут и для них это важно. Их организованность проявляется в расписании, которое они тоже скруплезно составляют на постоянной основе. И они постоянно планируют. Либо жизнь у них поворачивается таким образом, что им приходится начинать планировать. То есть наличие календаря и ежедневника для них это вообще базовые подручные средства, которые они всегда носят с собой. Дотошность Дев также проявляется и в чистоте. И что-что, но дома, на работе, на рабочем столе, в компьютере, в машине, да вообще где угодно, но везде должен быть порядок. И каждая вещь должна лежать на своем месте. То есть никакого хаоса и никакого творческого беспорядка. Чистота и порядок должны быть абсолютно во всем. И ох, как может быть Девам тяжело, у которых есть маленькие детки. Детей ведь не заставишь по струнке ходить. И, конечно же, Дева будет стремиться приручить детей к порядку разными способами. То есть, например, даже заключив с ними письменное соглашение на уборку и порядок в доме. Причем это соглашение будет на коммерческой основе, в том числе со штрафными санкциями. Но, как бы, дети это дети. И не всегда они к письменным соглашениям относятся так же серьезно, как взрослые. Поэтому придется просто смириться, закрыть глаза, убраться самостоятельно. И вот, кстати, почему я сказала именно про соглашение, а не про то, что он начнет там как-то орать, воспитывать ребенка эмоционально. Потому что у каждого знака зодиака есть планета, которая за ним присматривает. И у Дев это планета Меркурий. А Меркурий у нас не про эмоции. Меркурий про разговоры, договоренности, какие-то документы. И вот если вы смотрели, конечно же, предыдущие видео на этом канале, то вы помните, что Меркурий у нас еще отвечает и за близнецы. Но близнецов, у близнецов это только бла-бла-бла. То есть поговорили, договорились, в одно ухо влетело, в другое как бы вылетело. А у Дев уже все по-взрослому, все по-серьезному. То есть любую договоренность надо зафиксировать в письменном виде, положить на бумагу, либо прописать в виде какого-то сообщения на почту. То есть договоренность, она должна быть зафиксирована, чтобы потом поднять эту информацию и доказать, ну как бы кто в доме хозяин и кто вообще был прав. Также Девы очень качественно планируют свой финансовый бюджет. Поэтому люди с проявленным знаком Девы могут стать даже хорошими финансовыми директорами, финансовыми аналитиками в компании. И они не склонны афишировать на самом деле, сколько они зарабатывают. Или вот сколько лежит, например, у них в заначке под подушкой. То есть порой Девы даже могут прибедняться. Но по сути это и правильно, ведь чем меньше знают люди о твоих деньгах, тем целее будет бюджет. И даже если у Дев достаточно хорошее финансовое положение, они все равно не сорят деньгами как бы направо и налево. И они постоянно делают вот себе какие-то там заначки или вкладывают деньги в какие-то проекты, инвестиции. Либо по банковской линии, например, придумывают какие-то схемы, чтобы заработать больше. И по сути это как логически аналитическая игра для них. Только если в детстве, например, они играли в шахматы и это было бесплатно, то в более взрослом возрасте игры становятся серьезные. И, скажем так, на коммерческой основе, на деньги. И вот по моим наблюдениям, по моей статистике, конечно, мужчины Девы, они более предприимчивые в этом плане, чем девушки Девы. Но девушкам тоже есть куда расти. И в целом аналитический ум Девы может периодически приводить их, ну скажем так, к чрезмерной самокритике. То есть они могут быть слишком требовательными и к себе, и к окружающим, потому что стремятся к идеалу. И даже если они уже успешны, вот все у них работает классно, все есть, вот все равно внутри у них сидит этот синдром улучшайзинга, что надо больше, больше, там, доводить как-то все до совершенства. Это такие душнилы. Ну, ладно, душнилы звучат немножко обидно. Это такие перфекционисты. И вот этот перфекционизм является отрицательной чертой Девы, потому что они могут потратить очень много времени, чтобы достичь идеала. А в данном случае, ну, как бы время работает не в пользу Дев. Но опять же, Дева Деве рознь. И одни могут начать делать и потом вот душнить, доводя до совершенства, а другие даже боятся начать, потому что у них еще нет вот этого готового плана в голове, нет вот этой идеальной стратегии, которую надо довести до совершенства и так далее. И не в обиду Девам сказано, ну, просто это вот у них такая врожденная черта, которую просто надо принять всем окружающим. Но Девы постоянно все-таки стремятся улучшить себя, стремятся к саморазвитию, занимаются самообразованием и развивают разного рода навыки в себе. То есть улучшайзинг по отношению к себе они применяют в том числе, а не только душнят на окружающих. И что важно отметить, Девы достаточно скромны, то есть они не склонны к показыванию своих достижений. Даже если они очень успешны, все равно они предпочитают оставаться скромными и склонны к работе даже в тени. То есть это такие серые кардиналы, которые вот руководят процессами, скажем так, из-под тяжка. Но это их ценности и это их принципы. Им не нужна такая слава, как льву. И они предпочитают просто хорошо делать свою работу и достигать глобальных результатов, скажем так, не сильно выпячиваясь и не раскрывая свои успехи, то есть оставаясь в тени. Но в то же время Девы очень преданы своей работе и можно сказать даже, что они женаты на своей работе. Поэтому они, конечно же, стремятся к профессиональному росту и готовы приложить максимум усилий, чтобы достичь этого успеха. И, как правило, Девы все-таки получают хорошее образование, потому что у них вот высокий интеллект, им нравится обучаться, им нравится расширять свой кругозор. Ну и, конечно, это может помочь им в построении карьеры. Им также нравится раскрывать тайны, находить ответы на какие-то сложные вопросы. Поэтому они часто проявляют интерес к науке и исследованиям. И также Девы очень пристально следят за своим физическим и психическим здоровьем. И, например, стараются внедрить принципы здорового образа жизни, включая диеты, дополнительную физическую активность. И также они стараются контролировать свои эмоции и стресс. И над этим аспектом жизни они, скажем так, ведут постоянную работу, которая помогает им быть стрессоустойчивыми в кризисных ситуациях. Еще одна характерная черта для Девы — это альтруизм. Такие люди часто интересуются благотворительной деятельностью или помощью тем, кто нуждается в этом. То есть Девы умеют проявлять заботу и готовы помогать другим. И они даже умеют делать сюрпризы, например, чтобы порадовать другого человека просто так, даже несмотря на сухость и правильность своего характера. Девы по природе своей сдержаны, и они не склонны к эксцентричности и к каким-то скандальным ситуациям. То есть все должно быть умерено. И также Девы, как шестой знак, зодиака и прототип шестого дома гороскопа, склонны к медицине, заботе о других. И часто этот знак связывают с медицинскими профессиями или службой заботы о других. То есть это не обязательно должен быть медработник. А это может быть социальная служба, благотворительные организации, нянечки, сиделки и так далее. То есть в целом эта деятельность связана с заботой и служением другим людям. Или вполне это может быть забота о питомцах. И люди могут помогать питомникам, либо брать кошечек, собачек себе на передержку. То есть ситуации могут быть абсолютно разные. И это происходит, потому что Девы, они достаточно чувствительны к нуждам других людей и готовы помогать, даже ничего не требуя замены. Еще многие Девы находят удовольствие в контакте с природой. И они могут быть отличными садоводами, либо предпочитают активный отдых на свежем воздухе, например, в парке, в лесу, либо в каких-то санаториях, на озерах. И даже если, например, это будет пляжный отдых, то природа вокруг должна как-то радовать, вдохновлять, а не просто пустынный пляж с большим количеством людей, где все пьют коктейли. То есть должно присутствовать что-то в виде парков, либо вот, например, отдых в горах, также очень хорошо подходит Деве. Также благодаря своему аналитическому уму Девы могут быть хорошими советчиками и поддержкой для других. То есть они способны очень быстро анализировать ситуацию и принимать обоснованные решения. Их решения базируются на логике и здравом смысле. И можно сказать, что Девы — это дружелюбный знак, и они преданы по отношению к своим друзьям и партнерам. Ну а преданность и готовность помогать делает их, ну, такими ценными спутниками по жизни. И, конечно, все-таки, если мы с вами поговорим про совместимость, то комфортнее всего Девам уживаться и водить дружбу с представителями земной стихии, себе подобными, то есть Девой, Телецом и Козерогом. Но за счет того, что у них у всех проявлена стихия земля, то отношения будут преимущественно, ну, скажем так, рабочие, либо какие-то суховатые, без огонька и без изюминки. И, конечно, вот другие знаки зодиака и другие стихии внесут ярких красок в серые будни восходящих Дев. А вот кармически за Девами закреплены рыбы. И тут формируется такая интересная ось, что представитель Дева как бы преуспел достаточно в материальном плане и транслирует здравый подход к вещам. А вот рыбы, они ощущают все через призму своих каких-то субъективных ощущений. Они несут философские смыслы, духовные смыслы. И, конечно, это задача, чтобы заглянуть в противоположную сторону необъятной жизни. Но это мы с вами будем все-таки обсуждать в других видео на этом канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите этот плейлист. А с вами была Саша Ващилка и до новых встреч! Не торты, а торты. Не звонит, а звонит. Блин!